Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет краткий обзор недели для всех знаков Зодиака. Недели с 27 марта по 2 апреля. Я хочу вам напомнить, делать мы будем его на классике, я хочу вам напомнить, что общий прогноз не является как таковым предсказанием в чистом виде, тем более, когда это общий. Мы просто можем увидеть тенденции недели, какие энергии входят в нашу жизнь, какие возможности перед нами открываются. Мы можем увидеть, будет ли спокойная неделя, плодотворной, или она будет очень динамичной, активной, или могут возникнуть какие-то проблемы. Но то, как мы пользуемся этими возможностями, уже зависит от нашего характера. Ведь, согласитесь, перед кем-то открываются какие-то возможности, какие-то люди появляются, есть реальная возможность, например, что-то воплотить в жизнь. Один человек хватается за эту возможность и выдавливает максимально из этой ситуации, а другой может там испугаться, полениться. Поэтому учитывайте эти факты, как в работе, так и в личной жизни. Итак, мы начинаем традиционно с овнов. Рассматривать будем основные сферы. Рабочую, деловую. Для тех, кто не работает, все равно какими-то делами люди занимаются. Личную жизнь, эмоциональную сферу, какие-то вот наши дела сердечные, во взаимоотношениях с близкими людьми. И совет, конечно же. Так, овны для вас. Неделя с 27 марта по 2 апреля для овнов. В работе и делах. Король Пентакли. Эта неделя может быть очень плодотворной, очень денежной и достаточно спокойной. В хорошем смысле спокойной, потому что дела могут, те, которые вы задумали, как вы их хотите сделать, может все сыграть вам на руку. Также может быть человек, который может вам помочь. То есть человек, который имеет, ну, знания, связи, может быть деньги, то есть может быть как спонсор, инвестор. Например, в личной жизни у овнов на этой неделе туз мечей. Для тех, у кого, например, была какая-то, ну, такая, или есть, или была конфликтная ситуация, то по тузу мечей бывают обострения этих ситуаций. Могут быть какие-то неожиданные моменты. Либо вам может прийти какая-то мысль, идея, вас что-то может озарить, вы можете что-то захотеть или понять, как надо какую-то задачу решить. Ну, это касается отношений, но для людей семейных, может быть, это относительно домашних каких-то дел. Может быть, конечно, как новость. Как хорошая, так и плохая для всех может быть по-разному. Но в случае, если вот так вот вяло текущий конфликт, то может, конечно, быть и обострение этого конфликта. Совет овнам на неделю в целом. Что для вас важно? Вы должны быть активными, но особенно, что касается работы, использовать открывающиеся возможности, привлекать всех необходимых людей, ресурсы, строить планы, воплощать их в жизнь максимально и думать о будущем. Смотреть всегда на перспективу вперед. Ну, и стараться быть достаточно оптимистичными по этой карте. Я вам желаю удачи, дорогие овны. И мы переходим к людям знака Телец. Что ждет Тельцов? Какие возможности могут открыться для людей этого знака на неделе с 27 марта по 2 апреля. Тельцы в работе и делах. Верховная жрица. Ну, сама неделя может быть достаточно спокойной. Это может быть просто описывать, как неделя пройдет, спокойно, ровно, без каких-то резких колебаний. Могут быть, конечно, какие-то двойственные моменты, но также могут описывать и вас, что если вы эзотерик, то понятно, почему Верховная жрица. Если у вас обычная работа, то, может быть, вы будете наблюдать за каким-то процессом, присматриваться к какому-то человеку, ну, сотрудник, коллега, подопечный, что происходит, как себя ведут. Можете что-то изучать, какие-то моменты, которые важны вам в работе. Личная жизнь у Тельцов. Семерка кубков. Ну, кто влюблен в семерка кубков, объяснимо. Да, розовые очки, фантазии, мечты, желания, которые, кстати, можно воплотить в жизнь, если не вот так вот в прострации совсем не стоять. И если определиться и что-то конкретное из этого выбрать, то да. Может быть, какое-то... Потому что вот это вот смятение по семерке кубков, какая-то многовариантность, она бывает как приятной, так и неприятной. Иногда мы не знаем, что сделать. Мы никак не можем с чем-то определиться. Мы, ну, как барахтаемся в какой-то ситуации, как в пене барахтаемся. Иногда это наши собственные, ну, как заблуждения даже частично, фантазии, например. То есть может быть приятная и неприятная такая вот легкая пространция. Ну, а могут быть просто розовые очки. И от счастья столько мыслей, столько желаний. Совет тельцам на эту неделю, что вам карты посоветуют. Король Жезлов. Надо стараться максимально все взять под свой контроль. Потому что Король Жезлов очень такой человек властный, решительный, смелый, очень деятельный, предприимчивый. То есть что в работе? Вот, например, понаблюдали, и когда надо, то начинаете действовать и даете, ну, как бы указания. Руководитель, в первую очередь, предприниматель и руководитель. Немножко напоминает императора. Человека, который ответственный, серьезный, смелый. Смело берется за разные дела, решает их грамотно. Кому надо, тому там втык вставит. Когда надо, он идет. То есть он не… он действует. Он в первую очередь действует смело и решительно. Ну, то же самое касается личной жизни. Если у вас, допустим, какая-то симпатия, какие-то желания, ну, значит, нужны какие-то действия. Особенно если вы мужчина. С вашей стороны обязательно нужны действия. Женщинам, ну, как бы проявление какой-то активности и инициативы. Ну, если мужчина активный и инициативный, тогда отдайте бразды правления ему. Пусть он рулит, а вы ему подыгрываете. Я вам желаю удачи, дорогие тельцы. И мы посмотрим, какая неделька обещает быть близнецам. Неделя с 27 марта по 2 апреля. Что у близнецов в работе? В работе у близнецов замечательная неделя. Активная, творческая. Вот у вас как раз могут появиться нужные люди, какие-то ресурсы, которые можно будет, ну, применив их и воспользовавшись этим сотрудничеством, возможностями. Можно много чего сделать на этой неделе. Может быть, и будет сотрудничество с кем-то, потому что тройка жезлов часто показывает, когда люди взаимодействуют и благодаря вот этим совместным усилиям добиваются положительных результатов. То есть неделя перспективная, интересная. И для людей активных, занимающих активную жизненную позицию, сулит успех. В личной жизни у близнецов вышла карта смерть. Смерть иногда, безусловно, совсем в плохих этих говорит о потерях, о разрывах, о прекращениях, об умирании чего-то старого. Ну, как и о тяжелых переживаниях, например. Но иногда она может говорить просто о том, что ничего не будет происходить. То есть застойный, может быть, период в любовных отношениях. Могут быть нервы и переживания. Какие-то на этой неделе связаны с отношениями, в отношениях с кем-то, не обязательно любовных. Это может быть что-то связанное с родственниками, с друзьями, даже с соседями, с близкими достаточно людьми. Перемены. Смерть, она несет перемены. Иногда, конечно, через потерю. Ну, меняется что-то. Если вы, допустим, переезжаете, вот у вас, например, может быть, это неделя, когда вы выходите на работу, ваш круг общения меняется, переезжаете, потому что вас пригласили куда-то работать, вот вы начинаете, у вас все очень хорошо в работе, но абсолютно и соседство поменялось, то есть у вас вообще другие люди вас окружают, вы оставили, вы покинули, ну, на время своих близких, и это тоже смерть. То есть степень этого, этой потери, этого расставания, может быть, расставание временное. Вы в командировку уехали или что-то такое, вы заняты очень, вы все в работе и так далее. То есть не надо так смотреть прям совсем драматично на эту смерть. Совет близнецам, совет. Туз Пентакли. Ну, видите, если вы начинаете, если вы начинаете что-то новое в своей жизни, и действительно просто у вас на этой неделе командировка, уезжаете куда-то на вахту, допустим, неважно, у всех же разный образ жизни, понимаете, может быть, и про смерть хотят сказать, что что бы там ни уходило, какие бы вещи ни происходили, это всегда все равно рождение нового этапа в нашей жизни. И когда у нас появляется возможность начать жизнь с чистого листа в других условиях или с другими людьми, на другой основе мы должны эту возможность брать и радоваться, и понимать, что это всегда открытие чего-то нового и начало чего-то нового, прекрасного и замечательного. Я вам желаю удачи, дорогие близнецы. Раки. Какая неделька для вас? С 27 марта по 2 апреля. Для раков. В работе. В работе и делах. Какие? О, очень активная неделя у раков. Рыцарь Жезлов всегда очень стремителен. Говорит об огромной деловой активности, о возможности, для кого-то это могут быть, может быть, активность в буквальном смысле физическая, много поездок или одна командировка важная. Но если даже у вас не будет командировок и прям как таковых мотаний туда-сюда, то это очень динамичная неделя. Много движения, перемен, и вы можете гореть желанием что-то сделать. То есть очень много и информации, и активности, и динамики на этой неделе. И возможность развития, хочу заметить. Удачная неделя должна быть. Личная жизнь. Раки, личная жизнь. Что вам скажут? Двойка Пентакли. В отношениях могут быть какие-то существующие. Можете какие-то варианты перебирать. Колебаться. Неделя в целом может быть такая, знаете, переменчивая. У нас вообще природа переменчивая. У нас, у тех людей, с кем мы живем. Если вы только познакомились, то это может быть, знаете, то человек прям и пишет, и звонит, и прям прибегает, и обнимашки, и весь такой вот прям зайка-зайка. Тут на следующий день раз ни звонка, ничего, даже не поинтересовался, как я добралась. Вот такое может быть, знаете, как неоднородно. Ну, у кого-то, конечно, варианты там ухажеров. Несколько не знаю, что мне делать и кого выбрать. А может быть, я и фигра здесь, фигра там успеваю. Тоже так может быть. Молодость, почему бы и нет. То есть какие-то колебания, изменения, могут быть сомнения собственные, варианты, какие-то варианты можете пробовать даже в существующих отношениях. Может быть, то так, то по-другому. Пытаетесь как-то сбалансировать ситуацию. Так, совет ракам, чтобы все у них получилось и было удачно. Звезда. Ну, во-первых, всегда надо иметь надежду на лучшее, даже если у вас сейчас какие-то сомнения и волнения, допустим. Всегда надо надеяться. Если вам этот человек дорог, значит, вы найдете тот баланс, значит, вы сможете. Надо обязательно верить в это и надеяться. Звезда всегда еще смотрит вперед, на дальнейшие перспективы, далеко идущие перспективы. Если активность какая-то, и вы заняты, крутитесь, все это заморочно, вы должны думать о будущем. Может быть, есть смысл какие-то вещи сделать более современно, что ли, потому что звезда еще и модернизация, какие-то новые технологии, может быть, есть смысл попробовать, внедрять. Звезда еще может говорить о выставках, потому что это что-то, что мы делаем, оно нам сейчас вроде как ничего не дает, а в перспективе, ну, то есть, если для вас это актуально, звезда – это всегда надежда, это всегда мысли о будущем, это всегда перспективы, которые мы высматриваем вдали, как смотрим на эти далекие звезды, и стремимся к этим звездам. Так что, дорогие раки, вот такой вот вам оптимистичный, добрый совет, светлые дали звезды. Я вам желаю удачи. Львы. Для львов. Неделя с 27 марта по 2 апреля. Какие возможности дает она вам в работе? В работе королевы мечей. Ну, непростая неделя по королеве мечей. Как неделя в целом? Почему она сложная? Потому что она требует очень грамотного подхода, проницательности от вас требует, напряжения интеллектуального именно, когда нам очень важно не упустить какие-то моменты. Или сама ситуация такова вокруг, что малейшее, как говорится, расслабился, и всё. И там неизвестно, как это может всё пойти наперекосяк. То есть очень важно думать. Ну, как бы, такую вот бдительность иметь. Больше не бдительность, а проницательность, осторожность, внимательность ко всему, что происходит, чтобы ничего мимо вас не прошло, чтобы вы ничего не упустили. Для кого-то из львов это, может быть, человек строгий, требовательный, начальство может быть, или начальник, или начальница. В общем, в раскладе королевой могут показать и женщину, и мужчину. Ну, я буду о королеве, как о ней говорить, но учитывайте, что это может быть и мужчина. Может быть, кто-то будет на этой неделе либо сам выступать вот таким консультантом своего рода, помогать кому-то разобраться в каких-то сложных вопросах. Либо вы будете обращаться к человеку, не знаю, там, аудитор, человек, который, специалист, который помогает отсеять лишнее и показывает, как это должно быть. Ну, в общем, неделя всё равно. В общем, напряжённого интеллектуального труда и сложных каких-то задач, которые надо порешать будет. В личной жизни у львов. Девятка Пентакли. В существующих отношениях это прекрасная неделя, где вы всем будете довольны, вас всё будет устраивать, очень комфортная неделя и телесно комфортная, значит, хорошие отношения в плане близости, какие-то совместные могут быть такие дела, которые, ну, не знаю, заставляют вас гордиться собой. Вы сможете себя похвалить, вы можете, ну как, достойно выйти в люди. Для тех, кто свободен. Девятка Пентакли каких-то знакомств может и не сулить, но всё равно интересная неделя в плане личных каких-то достижений, в хобби, в каких-то выходах в свет, где вы, ну, довольны собой. Интересные занятия. Ну, просто Девятка Пентакли, видите, она часто говорит о том, что человек вот такой вот самодостаточный, интересный, наполненный, в общем-то, всё у него есть, но отношений может пока вот не завязаться на этой неделе. Ну, я думаю, личная жизнь вам не должна доставлять беспокойство, самое главное. Вы будете достаточно уверены, кстати, в себе. Это карта высокой самооценки. Самооценки. Совет. Совет ли вам, чтобы вся неделя была более гармоничная? Шестёрка жезлов. Говоря про самооценку, да? Это ваша карта, конечно же. То есть вам надо себя показывать, гордиться своими достижениями и быть поувереннее в себе. Даже если у вас какой-то напряжённый, ну, напряжённая неделя, сложная неделя, не надо в себе сомневаться. Идите, ну, как бы, к своим успехам увереннее. Если вы планировали какую-то поездку, то карты говорят, езжайте, делайте то, что вы хотели. Это может быть как в работе, так и в личной жизни. Дорогие львы, я вам желаю прекрасной недели. Удачи во всём. Пока. Девы. Неделя с 27 марта по 2 апреля для Дев. Какие события могут быть в вашей жизни. Так. В работе. В работе у Дев. Неделя. Карта смерть. Конечно, в самом худшем исполнении, если к этому шло, и это могло случиться, то смерть может говорить об увольнении, о потере работы. Или о смене работы. Перемены какие-то, конечно, на работе возможны. И ещё иногда по этой карте бывает очень бестолково суетливая неделя, когда мечешься, что-то всё надо сделать, и ты пытаешься… Вот эта колготня такая, но она не то, что пустая, просто… Ну да, часто бывает, к сожалению, и бестолковая немножко, пустая. То есть не приносит результатов. Хотя вроде бы копошишься, что-то там возня-возня какая-то. Но, может быть, где-то плохо организовано, и не всё получается. То есть как бы тяжёлым колпаком вот эта смерть немножко накрывает. Но перемены, конечно, возможны. Может быть, кто-то уволится с работы. Не обязательно вы. Ну, потому что потеря. Вот вы руководитель Дева. Вот у вас хорошо организованный процесс. И тут приходит человек, и, например, хочет уволиться. Конечно, для вас это потеря. Особенно если сотрудник из себя представляет что-то полезное, интересное. Это, ну, как бы не кстати. Личная жизнь у Дев. Личная жизнь. О, у Дев какой-то праздник, радость, встречи с кем-то, песни, пляски до упада, тройка кубков. Карта радости, карта удовольствия, карта и дружеских, и любовных встреч, свиданий, вечеринок. Очень такого легкого и эмоционально приятного общения. То есть эта карта, ну, по сути дела, как эмоционального счастья. Которая выходит, когда она выходит в позиции, ну, отношений с нашими близкими, любовной жизни, личной жизни. Может быть, настроение такое, вот какое-то радостное и подъем. Поэтому смерть, конечно, с смертью, но, может быть, при этом, знаете как, здесь какие-нибудь потери, допустим, но при этом все равно мы счастливы в личной жизни. А может быть, смерть просто будет переменной какой-то. Знаете, как что-то меняется, старое уходит, новое приходит. И тоже, конечно, все равно это немножечко напрягает, но это может никак не отражаться на вашей личной жизни. Дружеское общение, любовное, любое общение, может быть, которое вам доставит радость. Бутапня такая, иногда мы так мило сидим, стрекочем и сплетничаем с подружками, тоже хорошо, приятно. Так, совет девам, чтобы все было у них хорошо и гармонично. Король мечей. Король мечей строгость и ответственность. Остротег. Очень-очень такой вот серьезный человек. Очень хороший руководитель, кстати. Ну, когда вот он стоит во главе какого-то коллектива, то это как раз от него зависит. Если вы руководитель, то вам надо вот это быть, ну, прям себя полностью мобилизовать как руководитель. Потому что без вас это тогда будет как попало делаться работа. То есть вы не должны никому ничего спускать. Ну, в смысле, позволять, что попало делать. Вы должны их организовывать. А в личной жизни, конечно, к тройке кубков король мечей. Ну, терять голову не надо в любом случае, да. Даже если что-то такое невероятно радостное, какие-то такие приятные события, все равно вы должны быть, ну, в здравом уме, я бы сказала, что ли. Чтобы не наделать каких-то глупостей. Потому что иногда на радостях мы тоже умеем делать глупости. Король мечей, он, вероятность допущения ошибки минимальная. Так что, дорогие девы, наслаждайтесь жизнью. Желаю вам прекрасной недели и удачи во всем. Так, весы. Для вас неделя с 27 марта по 2 апреля обещает быть. Сейчас посмотрим, что вам скажут. В работе, в делах у весов шестерка жезлов. Очень успешная, удачная неделя. Будут какие-то такие достижения. Кого-то из весов вообще могут наградить, повысить, признать заслуги. Замечательная неделя. То есть, если у вас выступление намечено, совещание намечено, любые такие вот важные моменты, вы можете добиться колоссального успеха в любых делах. В любых. Главное действовать. Надо совет посмотрим, что вам посоветуют, чтобы вот это все максимально... И еще все, что только вы могли бы взять на работе, да, и сделать, и добиться, чтобы вы смогли этого добиться. Ну, это потрясающе успешная карта победителя, достижений, когда люди признают. Вот понимаете, здесь не просто, что человек такой самодовольный, такой болван, я тут еду. Нет. Дело в том, что он к этому шел, он к этому стремился и стремится. И не просто он сам остается доволен своими успехами, а и другие признают эти заслуги. Ну, что реально сделал просто, ну, шикарно. Какую-то работу, провел там совещание, провел какой-то, не знаю, семинар. То есть, это очень-очень такая успешная карта. Так, в личной жизни у весов на неделе с 27 марта по 2 апреля туз Пентакли. В существующих отношениях может открыться какая-то новая возможность. Кто-то может забеременеть из весов. Если вы хотите этого, то вот видите, как есть смысл стремиться. Для тех, кто не в отношениях, туз всегда нам дает возможность. Либо нам что-то дарит, либо мы знакомимся с каким-то человеком, либо с человеком, с которым мы уже знакомы, у нас появляется возможность, например, начать развивать эти отношения. Воспользуемся мы ей или нет, это уж другой вопрос. Но в любом случае это что-то, что может перед вами открыться. А и оно вполне реально. Оно вас может, туз Пентакли может один раз осчастливить. Ну, условно, вот вам могут сделать подарок. Подарить цветы, сделать что-то такое для вас, приятное, хорошее, полезное даже, вплоть до того, потому что мы же говорим и о свободных, и о семейных людях. Может быть, кто-то купит что-то в дом, тоже такое вот важное, то, что вам нужно, потому что туз Пентакли, он действительно такое полезное что-то. Что-то хотела сказать и забыла. Ну, в общем, смысл в том, что очень положительные карты показывают, ну, моя колода показывает вот такую неделю для весов. Возможность, ну, не знаю, у вас, например, какие-то терки были, да, по тузу Пентакли открывается реальная возможность все наладить. Каким-то образом, неважно, поговорим ли мы, или вдруг партнер пойдет навстречу, или все, что угодно. Вот, понимаете, любые варианты положительные. Эта возможность перед вами на этой неделе откроется. Так, совет Весам, чтобы вот все, что можно было, все бы вы смогли взять в этой жизни на этой неделе. Королева мечей. Ага, вот видите как, мозги-то, мозги должны быть всегда. Внимательность-то должна быть всегда. Да, последовательность, проницательность и, даже не знаю, может быть где-то чуть-чуть легкая стервозность, но такая вот грамотная, понимаете, что это правильно, мне это надо. Я должен или должна, ну, будем говорить, должна это сделать. То есть, смотрите, чтобы, короче, успех не вскружил голову, мы должны, если вот мы сделали что-то удачно, тут нас хвалят, мы руки потираем, говорим, молодец, все у нас получилось, при этом это не значит, что мы должны расслабиться и говорить, ой, ну и все, буду валяться на диване. То есть, мы это все смотрим, что у нас есть, что мы должны сделать, есть ли какие-то моменты, которые мы, ну, можем упустить, например. Потому что это очень проницательная королева. Так что, внимательность ваша, вот именно не бдительность какая-то, такая вот боязливая, напряженная, а внимательность и проницательность должны быть на высоте. Так что, я вам желаю удачи, дорогие весы. И мы посмотрим, что ждет скорпиончиков на этой неделе. Всех вот просто о вас скорпиончики. Ну, ладно, да не обидятся другие. Неделя с 27 марта по 2 апреля. У скорпионов какая обещает быть. Так, в работе и делах. Неделя Туз Жезлов. Туз Жезлов всегда дает нам возможность нового начала. Единственное, что для людей, кто служит, может быть, как приказ какой-то вы получите. Ну, как приказ, который, естественно, является как руководством к действию, по сути дела. Возможность нового начала. Либо совсем нового. То есть, таким образом, кто ищет работу, вы можете найти. Эта возможность вам предоставится. Ну, надо, конечно, всегда активничать. Потому что это такой вот Туз Жезлов, это такой, знаете, как момент, вот грубо говоря, момент, который открывается, появляется. И если мы там очень долго стоим, переминаемся с ноги на ногу, то оно может и от нас уйти, эта возможность. Надо это понимать. Либо в существующей работе, бизнесе, творчестве может быть такой вот подъем, желание что-то сделать. Или возможность появляется начать действовать. То есть, карта позитивная. И для людей активных, открывающая прекрасные возможности. Личная жизнь. Личная жизнь, любовь, взаимоотношения с близкими. Суровая какая-то дама. Кто это? Вы такая можете быть. Вы можете быть таким человеком строгим. Если вы во взаимоотношениях, вы, например, скорпион, и вы во взаимоотношениях с воздушным знаком близнецы, весы или водолей, то могут просто показывать, особенно если вы мужчина-скорпион, могут просто показывать эту женщину. Может быть, ее решение, ее часто такие директивные инструкции вам придется выполнять. Потому что королева мечей, она такая резковатая бывает. Ну, то есть, говорит вот так вот напрямую порой. И иногда, ну, резко достаточно говорит. Но как атмосфера в любви, мы же говорим о чувственной сфере, да, о каких-то нежностях, о каких-то вот улыбках, радостях, удовольствиях. Королева мечей сурово. Если вы одна, особенно женщины, одна, то на этой неделе вероятность встретиться. Пообщаться можно, пофлиртовать, кстати, по королеве мечей можно. Ну, что-то вот каких-то приятных таких душевных моментов. Эта энергия отсутствует здесь. Конечно, может быть и кто-то на этой неделе в вашей жизни, в ближайшем окружении. Не знаю, мама, какая-нибудь родственница, которая вот вас напрягает каким-то образом. Либо контролирует, либо напрягает, либо дает вам жару. Так что это надо учитывать, дорогие скорпионы. Совет карт вам, чтобы вы могли использовать все энергии максимально с пользой для себя. Умеренность. Вот в этом новом начинании или инструкции, которые вам спустили, грубо говоря, и вы теперь можете начать, вам надо быть очень внимательными и аккуратными. Здесь очень важна какая-то вот точность в деталях. Вовремя и грамотно все надо стараться делать. Понимаете? Потому что умеренность, она не говорит о том, что мы должны вот так вот медленно переливать с пустого в порожнее. Нет, она говорит о том, что важна точность, чтобы не пролить. Вот когда мы что-то делаем, очень важно не нарушить какого-то баланса. Как вот во всем хороша мера, да? Но в этом начинании вот этот совет просто говорит о том, что надо быть аккуратными, чтобы был порядок и то, что вы делаете, чтобы там, ну, исключить возможность ошибки, вот так скажем. Если вдруг, если вдруг, то с мечей это какая-то ситуация вот так вот взрывается, допустим, да, или кто-то там вспыливает на работе, ну, тоже может быть, конечно же, умеренность, так, спокойно, спокойно, наберитесь терпения, сами себя сдерживайте, то есть ни в коем случае не, ну, вы не вспыливайте, пожалуйста. С королевой мечей, может быть, кому-то просто надо будет набраться терпения, потому что это может быть сложный человек с тяжелым характером, тогда вам надо потерпеть. Ну, допустим, приехала любимая, не знаю, свекровь, она может быть и неплохим человеком, ну, иногда мы напрягаемся, потому что нам говорят, то мы борщ не так варим, то мы детей неправильно одеваем, то еще что-нибудь, ну, нам делают замечания, нам приходится потерпеть, потому что никуда не денешься. То есть сдерживайте себя во всем хороша мера, в спокойствии, а в работе аккуратность. Удачи вам, дорогие скорпионы! И мы посмотрим, какая неделя обещает быть для стрельцов. Так, неделя с 27 марта по 2 апреля. Какие моменты могут проявиться в работе и во взаимоотношениях? Стрельцы, неделя обещает быть для вас в работе. Какие возможности могут открыться? Ой, звезда, только спросила, какие возможности, самые прекрасные. Звезда – это карта всегда перспектив, открывающихся перед нами. Мы можем работать на перспективу. То есть это не значит, что… То есть это может быть, что мы делаем что-то, и оно для того, чтобы в будущем оно нам принесло какие-то замечательные результаты. Карта большой надежды. Иногда, конечно, ожиданий. Иногда открывающийся перспектив. Кто-то может обновлять, допустим, компьютерные программы по этой карте, или новое оборудование устанавливать, или закупать новое оборудование. То есть карта звезда – всегда карта будущего, по сути дела, будущего, и перспектив, которые могут открываться в будущем. Если вы ищете работу, то могут возникнуть какие-то моменты, которые вам дарят надежду. Что-то такое промелькнуло, что «О! Может быть, меня туда возьмут». Или на существующей работе появляется надежда на то, что что-то изменится в лучшую сторону. Если были сложности, то звезда часто говорит о том, что ситуация излечивается, исправляется, уже просветы появляются, уже все успокаиваются, если кто-то конфликтовал. Понимаете, то есть оздоравливается ситуация. Вот правильное слово. Это карта дружелюбия и новых технологий, и какой-то красоты. У всех это по-разному. Может отыгрываться в работе. Так, в личной жизни и любви у стрельцов. Ой, мама. Ну, это такая карта. Ой, вот нафига она вышла, такая карта. Что я хочу сказать по семерке мечей? Есть, конечно, крайности по семерке мечей. В виде измен, ходок налево и обмана, прям конкретно такого, и прочего, и прочего. В разных всяких закулисных игр, интриг, краш, которые могут быть, причем, раз мы говорим в личной жизни, ну, понятно, что это лично у вас могут вытащить, или то, что касается дома, может что-то случиться. Поэтому будьте как бы побдительнее немножко, закрывайте двери, замки проверяйте, то есть не допускайте халатности. Но в существующих отношениях не обязательно речь об изменах. Но, к сожалению, по этой карте кто-то может избегать каких-то своих обязанностей. Как сам стрелец, так и другой человек, на которого вы рассчитывали. А он так и ты-ты-ты-ты-ты-ты и увильнул. И не захотел вам помочь. Вы понадеялись, а вас подвели. Ну, вот такие, в общем, карты не совсем положительные. Надо это учитывать и остерегаться краж, обманов, покупок непонятно у кого чего. И такими, знаете, кручу-верчу, давайте я вам тут сейчас быстренько пакет суну, а вы мне деньги. Ну, в общем, вот это все, вот этого всего остерегайтесь. Так, почему, например, когда вот выходит, почему говорят, что надо всегда быть осторожными, потому что любой, как говорят, шило в мешке не утаишь. Рано или поздно обман может вскрыться. Вот, так что вот так вот. Совет, совет стрельцам, чтобы все было у них хорошо, чтобы никаких не допустить ошибок. По восьмерке кубков. Что касается вот нового, то, что открывается, перспективы, какие-то желания появляются, надо что-то, ну, как бы искать. Если вы понимаете, что это интереснее вам, что это лучше, что впоследствии это принесет, ну, более высокие заработки, делайте что-то для этого. Тогда не надо, ну, как бы сидеть мечтать, например, но при этом оставаться в ситуации, где вообще вас не устраивает и так далее. Ну, мы о неделе говорим. Может быть, вам захочется что-то сделать по-новому. Пробуйте тогда, пробуйте это, говорит эта карта. Если вам не нравится делать вот этими старыми методами, которые, например, ну, результаты неудовлетворительны из-за этого, еще что-то, то стремитесь, ищите информацию, людей, средства. То есть карта поиска, карта желания «Я хочу найти». Он же отправился в путь-то не просто так. Что касается, если вы сами, ну, допустим, есть такой риск, что что-то такое можете сделать неблаговидное, карты не советуют этого делать, конечно же. И все люди, кто вас подставляют, обманывают на этой неделе, надо постараться, во-первых, этого не допустить, а с непонятными заморочками не связываться. Вот так бы я сказала по восьмерке кубков. Уходить от этого. А если совсем ситуация проблемная, отношения вам раз изменили, два изменили, то, может быть, есть смысл тогда уже и расстаться с этим человеком, чтобы вас не обижали до конца. Я вам желаю удачи, дорогие стрельцы. Так, козероги. Что ждет козерогов на неделе с 27 марта по 2 апреля? Что может ждать? Я же говорю, это всего лишь вероятность и возможности. Какие энергии будут вас сопровождать? И что вы можете из этого извлечь? Козероги в работе и делах у вас неделька. Туз Пентакли. Туз Пентакли, ну как бы, начало с чистого листа. Для кого-то это может быть получение какого-то документа важного по работе. Если вы, допустим, что-то оформляли, ну кто-то, например, собирается открывать фирму, и вот вы оформляли там в регистрационной палате еще где-то еще, вы можете получить документ на руки на этой неделе. Могут открыться какие-то возможности. Кто-то может устроиться на работу. Вам могут что-то предложить уже в существующей работе. Кому-то могут предложить новую работу. Может появиться, например, новый заказчик, новые возможности, новый поставщик. То есть ресурсы какие-то открываются перед вами. Ну, брать, не брать, это уже дело каждого. Но карта положительная. Карта возможностей нового начала. Вообще считается даром. Даже если мы условно не предполагали, не ожидали, условно не заслужили, все равно нам это предлагают. То есть любого рода положительные возможности и ресурсы. Личная жизнь у козерогов на этой неделе в существующих отношениях может быть у кого-то из вас, у вас или партнера повышенная такая вот конфликтность, может быть какая-то спешка в чем-то, такая вот нетерпеливость. Не нетерпимость, а нетерпеливость. Хочется что-то сделать, хочется сделать что-то побыстрее. Один другого подгоняет и может даже своей вот этой вот попыткой подогнать кого-то, даже обижает где-то там. Ну, так невольно, мимоходом типа, что тут сидишь, рассусоливаешь. Уже давно должен быть там. Ну, такие моменты. Рыцарь мечей, конечно, карта холодная. Надо понимать, это мечи. Мы говорим о сфере эмоций, любви, тепла, душевности. Здесь у нас один только интеллект, слова, порой резкие, острые. Может, конечно, друг примчаться. Или мимолетом, проездом, как снег на голову, гость свалится. То есть вы не ждали, а хотел сказать, он приперся. Не обязательно, что приперся. Это может быть вас вполне порадовать. Но вот как снег на голову. Ну, что касается вот такой вот знакомства, конечно, может быть. Общение может быть. Извиняюсь, кратковременная такая связь. Ну, как поулыбались, переспали, разбежались. По этой карте может быть. Но ромашки, букеты, цветочки и душевность маловероятны. Совет карт козерогам. Королева мечей. Королева мечей проницательна, строгая очень, умная очень. Вам могут сказать, что вам надо не терять вот этой проницательности, видеть ситуации в реальном свете такими, какие они есть. Возможность, появляющаяся у вас, или документ. Особенно, если документы какие-то, бумаги. Внимательно очень изучайте. Если вы, например, сложное такое, знаете, бывают всякие юридические такие сложные вещи, с которыми вы, например, не сталкивались, да, лучше проконсультироваться у кого-то, ну, у более опытной коллеги, опытного, опытного, ну и неважно. У человека, который разбирается в этом, который вам поможет отделить, ну, как бы, выделить важное и отмести не столь важное. То есть разобраться вам в этом вопросе человек этот может помочь. Ну, в личной жизни... Вообще, королева мечей, королева строгости, если честно. То есть, если кто-то вас, ну, вот так задевает, обижает, то, как бы, об этом по королеве мечей можно и сказать человеку. Четко, понятно, чтобы человек осознавал, что обижает. Ну, в общем, строгость. Честно скажу, строгость. Да, просто строгость и проницательность, дорогие козероги. Я вам желаю удачной недели. Теперь у нас водолей. И мы спросим, что ждет водолеев на неделе с 27 марта по 2 апреля в работе и в личной жизни. Это потенциальные возможности. Это не прям предсказание в чистом виде. Вначале я говорила, если кто-то не слушал. Это всегда то, что может произойти в нашей жизни. Потому что мы можем при этом быть активными, воспользоваться этим, что-то с этим сделать, либо полениться. А если трудности, мы можем, ну, чертыхнуться и начать их решать, а можем начать волосы на голове рвать. Надо это понимать и осознавать, да, что все разные, подходы разные. Ну, посмотрим, что водолеем пообещает в работе и делах. Четверка жезлов. Карта хорошая, положительная, стабильная. Причем такая уютная стабильность, я бы сказала. Могут быть у кого-то из водолеев совещания важные, продуктивные, полезные. Либо это как традиция. Ну, то есть, допустим, у нас всегда, я не знаю, там в конце квартала или что-то в этом духе, мы всегда проводим совещания. Ну, вот такое что-то, церемониальное типа может быть. Но вообще неделя обещает быть спокойной, плодотворной, достаточно активной, но при этом без нервов и без резких перемен. То есть оно как-то вот к этому как будто шло. Может даже кто-то завершает что-то. Кто-то может участвовать в выставке, готовиться к выставке. Может быть какое-то мероприятие, как презентация, например. Ну, в общем, вот такие вот могут быть события на этой неделе. Но карта очень положительная. В личной жизни и любви у водолеев. Вот такая прелива. Ой, не сказать гадость. У какого-то знака это было. Семерка мечей, так у кого же это было? Да, господи. Уже вылетело из головы. Стрельцов, что ли? Если вы водолей-стрелец, то, может быть, тогда вообще это, конечно, очень ярко отыграется. Ну, семерка мечей, повторю примерно то же, что сказала стрельцам, что может быть как исключительно негативной картой, говорящей об изменах, о том, что какая-то ложь, вранье, чья-то подлость вскроется, да, может говорить о любом, со стороны водолея и со стороны другого человека, потому что мы же все разные и жизнь у всех разная. Могут быть какие-то как подлости, хитрости, желание улизнуть с чем-то, увильнуть. Кто-то может избегать своих обязанностей прямых, чтобы, ну, типа, не хочу этого делать, поэтому как-то так вот там огородами-огородами, типа, убегу от этого. То есть разного рода вот такие моменты могут быть. Но карта неприятная в плане, она же может означать и кражи, обман, любого рода, в общем, когда кто-то чье-то не свое забирает, поэтому надо это все учитывать, потому что это может отыграться как пропажа чего-то личного, как взлом вашей почты, например. То есть у всех степень этого может быть очень-очень разная. Но учитывайте, что кражи, хитрости, обман, подставы, измены, любого рода вот такая вот... Не думаю, что эта неделя может быть приятной. Какие-то могут быть малоприятные моменты. Совет водолеям, чтобы всю неделю прожить гармонично, со всеми делами справиться. И что надо делать? Семерка жезлов. Карта борьбы, карта отстаивания своей территории, защиты своей территории. Карта такой бдительности, естественно, повышенной. Причем она такая, видите, как даже чуть агрессивная бдительность. Ну, вплоть до того, лезет вор, да, вы схватаете дрын и пошли. Да я тебе сейчас покажу, Кузькину мать. Условно. Я шучу, но в каждой шутке извините. Четверка жезлов. Рабочая неделя. Активная, положительная. Какие-то мероприятия. Какие-то совещания. Кстати, если презентация, Семерка жезлов очень простую вещь говорит. Вы должны максимально выложиться на этой презентации. Если это совещание, то, может быть, вам придется отстаивать свои интересы. Может быть, вы пытаетесь, ну, не знаю как, выбить что-то из бюджета организации для каких-то своих целей, для своего отдела. Все понятно тогда. То есть активность. Тогда вы должны быть активными, настойчивыми, свою позицию отстаивать, доказывать. Ну, и как бы защищать свои интересы или интересы своей организации, своего отдела. У всех по-разному. В Семерке мечей, конечно, столкнувшись с ложью, обманом, с какими-то некрасивыми, лицемерными поступками со стороны людей, надо не побояться высказать свое мнение. То есть не проглатывать это, а дать понять, что вы недовольны, что вы не позволите так людям себя с собой вести. То есть где-то даже, возможно, вам придется побыть таким воином, дорогие водолеи. Так что вот так сказали. Работайте, а всем нехорошим по башке палкой. Удачи вам! И мы дошли до рыбок. Рыбки. Неделя с 27 марта по 2 апреля. Какая она обещает быть для вас? Ой, для вас. Что за... Ой, боже, да нет. Семерка мечей захотела выпрыгнуть. Ни в коем случае. Уже вот она была у двух знаков. Неприятно. Так, мы хотим приятную и хорошую неделю для рыбок. Так, но мы хотим знать все-таки, какие возможности появляются у людей на самом деле. Мало ли, хочется нам это, мы должны все-таки к чему-то готовиться, правильно? Настраиваться. Так, в работе и делах у рыбок неделя обещает быть тройка жезлов. Позитивной, прибыльной, активной. Возможности могут открыться какие-то. И возможности по ресурсам, и возможность что-то сделать, продвинуться вперед. Возможность сотрудничества с людьми. Кто-то, может быть, вы и будете сотрудничать с людьми. Карта удачна для торговли, для тех людей, которые видят эти возможности и хватаются за них, и лезут по этой лестнице вверх, 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 вверх. Неделя может быть как раз неделей прогрессивной очень и положительной. Ну, то есть, жезлы все у нас рабочие, активные, позитивные. Может быть, конечно, если человек пассивен, то по тройке жезлов можно ждать, просто сидеть и тревожиться, понимаете? Но для людей, кто умеет увидеть возможности и схватить их, то неделя просто замечательная. В личной жизни и любви восьмерка жезлов. Любовная переписка, стрела амура, как эту карту иногда называют. Да, действительно, очень много общения, это однозначно. Очень много событий, очень динамичная в личном плане неделя. Могут быть встречи, поездки, свидания, беготня туда-сюда, ваша к вам. То есть, вот прям реально движняк нереальный просто вот по этой карте. Поездки, путешествия, встречи, знакомства, в дороге могут быть знакомства какие-то. Их может быть много, самое что интересно. А в существующих отношениях, если вот тот, например, вы познакомились, кстати, кто познакомился, то это вот мы строчим друг другу без устали просто. У нас уже аж пальцы болят, мы все переписываемся, переписываемся. В существующих отношениях, вот если вы уже в отношениях, все равно очень активная неделя. У вас могут быть совместные поездки, много разных дел, иногда даже слишком много. То есть, только успевай реагировать, хвататься, делать, бежать. Но в любом случае это всегда достаточно позитивно. Главное, ничего не упустить, потому что по восьмерке жезлов иногда так начинает там все лететь, что ух, ну ничего, ладно, рыбки, пошевелитесь. Так, что вам посоветую, чтобы вот с этой всей активностью, с этой огненной энергией справиться и прожить неделю гармонично. Да что же тут королевы мечей-то в совет, чуть ли не всем и каждому. Королевы мечей советуют быть очень умными, внимательными, серьезно подходить к делам, не позволять людям никакой вот халатности, какого попало отношение к работе и к вам. Потому что она строгая дама, она такая вот знаете, прям, хоть вы мужчина даже, все равно, должна быть строгость, должна быть проницательность. Вы должны, ну и себя вовремя взять в руки и кого-то, возможно, приструнить придется на этой неделе. Потому что тройка жезлов, это карта, конечно же, во-первых, это карта коллективной работы очень часто. А в коллективе, то знаете, если не быть внимательным самому, если, а если вы руководитель, если их не организовывать правильно, там будет, конечно же, продуктивность может быть не там. То есть будьте построже, повнимательнее, попроницательнее к людям, к возможностям, которые открываются. А в личной жизни тоже при такой динамике надо, конечно же, не терять голову, не растеряться. Потому что восьмерка жезлов иногда означает слишком много событий. Если вы куда-то собираетесь ехать, то, королевы мечей, вы будьте внимательны, ну там, все ли вы документы взяли, все ли вы взяли с собой, что вам надо. То есть как-то посерьезнее к этому, вот, карта серьезности. Так что, рыбки, я вам желаю удачной недели, успехов во всем. И всем вообще желаю удачной недели, успехов, процветания, хорошего настроения, весны, хорошей погоды. Удачи во всем. Пока.